здравствуйте дорогие любители нашего канала смотрите что я в лидл нашла норвежскую копченую дымную красную рыбку не за семга это или что я плохо разбиралась мне главное нужно было красная рыбка здесь правда всего лишь 100 грамм но я взяла со скидочкой 30 процентов скидочки пушевского срок годности у нее как бы пройдет но мне-то на сегодня нужно короче 189 динар отдала за вот эту вкусняшечку да как вы думаете для чего я взяла чтобы делать салат под шубой но только царский вариант на вы знаете селедка это под шубой а есть царский вариант там красная рыбка и яблочко добавляется я вам рецепт естественно сейчас расскажу покажу и вот эти вот салатика мы как всегда будем кормить моего сербского мужа посмотрим вы видели селёдочка ему не сильно зашла посмотрим как ему красная норвежская рыбка зайдет но все пойдемте делать салатик первый слой у нас будет наша красная рыбка вот 100 грамм наши красные рыбки хватило аж на три вот таких вот маленькие салатницы ну значит буду три штучки делать так как рыбка у нас честно скажу такая мало соленая можно сказать практически не соленая ну то есть бывает прям пересоленая это хорошая то я некоторые слои буду подсаливать все сейчас следующий слой у нас будет картошечки перед тем как добавить нашу картошечку мы сначала майонезом смажем нашу красную рыбку девочки мальчики кто в сербии если хотите майонез похоже на российский вот полимарк правда очень похож он не такой густой и он без консервантов то есть я вам советую от не реклама это просто тут много майонезов перепробовала этот хоть как-то похож на российский пошли мазать все мы с вами добавили слой лука я использовала фиолетовый лук я такой больше люблю вы какой любите тот и делайте лук я не терла лук мы мелко вот мелко нарезаем и добавляем честно я люблю когда в салате лук чувствуется хотя все любят по-разному тут я не навязываю и суда сверху у нас естественно слой майонеза все уже знают об этом после слоя с лука мы добавили слой тертых яиц яйца я терла и я их немножко подсолила вот где-то через слой я картошку подсолила сейчас яйца подсолила не знаю какой еще еще один слой какой-нибудь тоже подсолю чтобы все-таки салатик у нас такой был более солененький и сейчас естественно что у нас майонез после яиц у нас слой яблока натертого на терке смотрите терла вот на такой вот маленькой терочке яблочко вот такой вот у меня было мне одного яблочка хватило сорт честно не знаю какой но она такой кисло-сладкая все-таки рекомендую вам не сильно сладкие яблоки кто любит можно зеленый кислый но желательно такой кисло-сладкая вот он слой морковочки сейчас мы его тоже заполируем майонезом ну и сверху по традиции будет свекла вот в этот вариант все равно свеклу тоже надо добавлять все последний слой у нас естественно вареная свеколка то есть я сварила одну свеклу такую среднюю опять же на тоненькой то есть маленькой терочке и все и сверху мы майонезом естественно я оставляю все это дело на наш завтра будем кушать завтра мой муж попробует вот этот вариант под шубой посмотрите его реакцию украшать ничем не буду я никогда ничем не украшаю кто хочет я знаю чем-то украшает сверху я нет вот такая вот вкусно тишечка у нас появилась которую мы вчера делали а сегодня будем кушать я люблю когда такие салатики у нас прослоены как раз лучше их делать на ночь тогда не вкуснее салат получился ну вот просто офигенский извините за такое выражение шикарный посмотрим как мой муж отреагировать на такую вкусняшку ну вот мы дождались сейчас мой муж будет пробовать ну как всегда специфический сербский юмор салатик с вермишелькой что там снизу кататься не снизу ковыряет чем повкуснее как тебе с рыбкой ты вообще рыбку то попробовал ну как тебе сочетание именно вот с рыбой с красной вкуснее чем с селедкой ты пробовал а это это нормально да приятного аппетита спасибо структура сланы лосос 100 грамм 2 кромпира едан лук 4 я я едан ябука едан шаргарепа едан цвекла 200 грамм майонеза вот такое сегодня у нас кулинарное видео получилось спасибо вам за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик будет еще много и много интересного я своему же серпу еще много буду делать русских блюд напишите какие блюда еще ему приготовить я всех люблю а